Здравствуйте! И внимание, приготовьтесь! Потому что то, что вы услышите в ближайшие полчаса, и то, что вы видите в ближайшие полчаса, с трудом укладывается в привычные рамки. Если честно, вообще не укладывается. И на первый взгляд может показаться, что все это плод воображения какого-то больного, околонаучного писателя-фантаста, не имеющего никаких тормозов. Но вся штука в том, что отнестись к этому придется со всей серьезностью, потому что речь идет о самых серьезных научных исследованиях и самых серьезных ученых. Оказывается, наши молекулы ДНК являются антеннами, и не только ДНК, но и белки. Потому что они содержат металлы, атомы металлов, которые являются своего рода антеннами, обращенными в космос. Идет прием некой управляющей космической информации. Когда я убрал молекулы ДНК из лазерного пучка, и лазерный пучок зондировал пустое место, то это пустое место вело себя так, как будто там присутствовали молекулы ДНК. Молекула ДНК обладает, понимаете, она в водном растворе, она звучит постоянно. Она звучит некий звук. И в клетке она тоже звучит. Она издает сложную мелодию с повторяющимися музыкальными фразами. Звучит хорошо мелодия, интересно, так сказать. Это само по себе страшно интересное явление. Облучаю ультразвуком, таким же, как в УЗИ. И что я слышу? Вместо сложной мелодии одна унылая нота осталась. Кто все это говорит? Знакомьтесь. Петр Петрович Горяев, доктор биологических наук, академик Медико-технической академии России. 62 года. Большую часть своей научной деятельности работал в академических российских институтах, хотя отвлекался на работу в Канаде. Его приглашали в Торонто. Его канадские коллеги. Генетики убеждены, что развитие с момента зарождения любого живого существа, в том числе и человека, запрограммированной информацией, которая записана в хромосомах, считается, что больше ей хранится негде. Именно там должна быть записана вся информация, в какой строгой последовательности нужно синтезировать белки в качестве строительного материала для органов, чтобы затем собирать эти органы. При этом каждый из них должен находиться строго на своем месте, взаимодействуя с другими органами, и создавать единый организм. Остается лишь удивляться и отдавать должное природе, как такое огромное количество информации она умудрилась поместить в клеточное ядро, которое трудно разглядеть даже под микроскопом. Как это удается? По мнению академика Петра Горяева, только одним путем. Запись информации идет на волновом уровне электромагнитными и акустическими излучениями. Горяев провел эксперимент, который проводился после него во многих лабораториях и практически всегда с одинаковыми результатами. Оказывается, наша молекула ДНК является антеннами, и не только ДНК, но и белки. Потому что они содержат металлы, атомы металлов, которые являются родом антеннами, обращенными в космос. Идет прием некой управляющей космической информации. Почему? Есть простые эксперименты. Те же самые кринки, лягушачьи. Если их поместить, так называемая пермалоевая бомба, то есть металлические, кранированные такие вот клетки, где созданы все условия для нормального развития клеток, за исключением одного. Внешне электромагнитное окружение снижено, так сказать, предельно искажено. То есть там аномальное электромагнитное окружение. Там только гравитационное поле, так сказать, остается без заменений. А все остальное искажено. Ну, может, нейтрино тоже проходит. И, оказывается, такие эмбрионы, такие икринки в таких пермалоевых бомбах превращаются в уродов. Понимаете, какая вещь? Значит, внешнее окружение электромагнитное нам абсолютно необходимо. Она создает своего рода волновой метаболизм, волновую регуляцию, которая идет из космоса. Проще говоря, в обычной металлической камере из икры появляются нормальные головастики. Они потом превращаются в лягушек. В пермалоевой камере улыбляются уродцы. Ни один из них до лягушки потом не дотягивает. То есть идея волновой генетики заключается в том, что генетический аппарат строит организм с помощью акустических и электромагнитных волн разных диапазонов. Причем не только принимает их извне, но и генерирует сам. Экспериментально доказано, что ДНК генерирует радиоизлучение и лазерные лучи, которые и строят информационные голограммы. То есть клетки эмбриона, получив по волнам информацию, создают своеобразный чертеж, который указывает, куда и как расти ноге, глазу, носу и так далее. И это полностью соответствует закону сохранения информации, сформулированному несколько лет назад. Дело в том, что наш хромосомный аппарат, и не только любого организма, является еще, кроме всего прочего, структурой, которая излучает свет. Но свет в разных длинах волн, начиная от синего, кончая красным. И дальше, по длину волн. И не только свет, а лазерный свет, то есть когерентный свет. Я работал с очень сильными физиками. Нам удалось впервые продемонстрировать, что ДНК может работать как лазер. То есть просто прямым экспериментом мы доказали так называемую суперлюминесцензу. Значит вопрос, зачем лазер ДНК? Зачем именно когерентный свет? Потому что есть примеры, когда бактерии светятся, рыбки светятся, водоросли светятся, гниющий пенек тоже светится, гнилушки. Но это не когерентный свет. Там за счет других процессов идет свечение. А есть особый свет, лазерный свет. А вот здесь как раз и тот момент, который чрезвычайно важен. Значит важен он, во-первых, потому что он обращает нас снова к голографии. Потому что лазерный свет способен считывать со строго определенной информацией, со строго определенной голограмм. И он нужен для того, чтобы читать наши хромосомы как реестр картиночек, которых миллиарды, но по частям. Потому что если все сразу почитать, то будет каша. Значит это дифференциальное считывание этой информации. Можно представить себе наш организм, как огромное клеточное государство, которое состоит из сотен и сотен миллиардов клеток. Каждый из них обменивается с соседними данными о своем состоянии. Как управляется такое государство? Наверное, нервной системой. Но нервные процессы распространяются с очень малой скоростью, 8-10 метров в секунду. Этого недостаточно, чтобы клеточное государство нормально функционировало. Даже скорости света и то недостаточно, чтобы объезжать сотни миллиардов клеток и донести до них всю информацию. В противном случае наше развитие остановилось бы на уровне бактерий, где не нужно передавать информацию между клетками, потому что у бактерий она всего одна. В нашем же организме информация обо всех клетках должна быть распределена между ними мгновенно. Каким образом решается проблема такой сверхбыстрой коммуникации? Петр Горяев и его коллеги сделали некоторую теоретическую, а затем экспериментальную работу, которая вывела их на идею о том, что клеточный континуум обменивается информацией с бесконечно большой скоростью. В своей работе ученый основывается на свойстве, которое было предсказано Эйнштейном и его учениками, Борисом Подольским и Натаном Розеном в 1935 году. Тогда они предсказали, что если два фотона, находящиеся в связанном состоянии, разлетаются, при этом один из них поменял параметры, например, врезался во что-нибудь, то он исчезает, а его информация мгновенно переносится на другой фотон. Один фотон становится другим. Позднее это свойство квантовых явлений было названо телепортацией. В 1997 году австрийские ученые экспериментально доказали, что фотон можно телепортировать, то есть мгновенно переносить с одного места на другое, причем с сохранением информации. Они очень четко показали, что можно телепортировать фотоны. А наши ДНК, наши хромосомы работают на фотонах. Значит, наши клетки общаются друг с другом с бесконечно большой скоростью. То есть, короче говоря, понятие времени там исчезает сразу. Информация известна сразу. То есть, все очень сложные метаболические процессы в этих сотнях миллиардов наших клеток, клетки друг о друге знают как бы сразу, мгновенно. За счет того, что вот эта информация переносится фотонами. А фотоны между собой сцеплены, так сказать, находятся в так называемом спутанном состоянии. И вот это понятие спутанности, оно является ключевым для того, чтобы объяснить вот такие мгновенные коммуникации в нашем организме. И это выводит совершенно на другие основы понимания биологии, понимания работы генетического аппарата, функционирования живых систем. Для того, чтобы клетки работали таким образом, да, и наш организм функционировал нормально, наши клеточные ядра работают как биокомпьютеры. Параллельно может возникнуть вопрос, а нервная система все-таки зачем, она тоже функционирует, же передает информацию. Она, оказывается, берет, по-видимому, так мы предполагаем, пытаемся доказывать, она берет большие блоки, такие вот, ну, квантует эту огромный объем информации, и потом уже большими такими кусками переносит ее между органами, клетками и тканями. Поэтому, значит, тут никаких противоречий нет. А вообще эта история началась в 1953 году, когда в один из кембриджских пабов зашли двое мужчин с очень довольными лицами. И они громко сказали, мы только что открыли секрет жизни. Одним из них был английский биофизик и генетик Фрэнсис Крик, а другой – американец, биохимик Джеймс Уотсон. Они открыли пространственную структуру ДНК. В 88-м году один из первооткрывателей двойной спирали ДНК, нобелевский лауреат Джеймс Уотсон, публично высказал мысль о том, что наука вплотную приблизилась к раскрытию химической основы наследственности человека. Три года спустя его нации в США заработали соответствующие научные программы. Позднее возникла Международная организация по изучению генома человека. В общей сложности исследования под эгидой этой организации пролились 12 лет и обошлись, по не вполне официальным данным, в более чем 3 миллиарда долларов. Первые результаты расшифровки генома человека потрясли самих участников. Оказалось, что из 1 миллиарда 200 миллионов генов, а именно столько присутствует в нашем организме, довольно большое число общих генов с червями, а каждый пятый ген общий с микробами. Более того, было установлено, что число генов собственного человека оказалось в 3 раза меньше, чем предполагалось, всего 30 тысяч. Если уж 100 тысяч генов представляется специалистом недостаточным для обеспечения всего многообразия человеческого организма, то что говорить о третьей? И все же расшифровка генома человека стала сенсацией в области биологии и медицины. Хотя было ясно, что сделан лишь первый шаг. И большой вопрос, какой будет следующий. Вот эти блестящие успехи, которые были сопровождены открытием молекулы ДНК, как это не парадоксально, впрочем, это не парадоксально, это нормальное явление, потому что любое крупное открытие рано или поздно себя как бы исчерпывает, и наступает насыщение, а потом это становится тормозом. Так вот, эйфория первых десятилетий по поводу ДНК сейчас, как и не парадоксально, а с одной стороны это закономерно, заканчивается довольно унылыми вещами. И эти унылые вещи связаны с тем, что вот грандиозная программа генома человека, которая функционировала где-то на протяжении примерно 10 лет, и на который были потрачены огромные совершенно средства, десятки миллиардов долларов, и наша страна участвовала в этом, закончилась, как это говорится, гора родила мышь. Любая биосистема имеет молекулу ДНК, даже включая простейшие квазиживые структуры, как вирусы. Так вот, эта молекула ДНК содержит всего около 35 тысяч генов. А понятие ген, оно, понимаете, уже как бы вбито ржавыми гвоздями в голову биологов. Если раньше отрицалось понятие гена, то сейчас это стало такой аксиомой догмы, что ген — это кусочек ДНК, ответственность за синтез белка, вот и всё. Оказалось, что расшифровать эту последовательность примерно то же самое, что произносить по очереди буквы одного слова, потом получать слово. Но дело в том, что слова образуются в фразы. И нужно ещё уметь прочитать эти фразы. А сегодня геном — это на 98-99% вещь, совершенно непонятная современным учёным. И вот эти 98-99% учёные сегодня с симпатией называют мусором, однако не знают, что под этим понятием кроется. Это просто не лезть ни в какие ворота. Значит, биологи не способны, генетики не способны объяснить функции основной массы молекулы ДНК в наших хромосомах. Её обзывают просто мусором. На самом деле основные функции, вероятно, там заключены. Почему? Повторяю, программа геном человека продемонстрировала, что мы имеем человеческий геном, человеческий генетический аппарат имеет примерно 35 тысяч генов, практически идентичных, например, плодовой мушке, или червячку, или свинье, или обезьяне. Сразу встает вопрос, а чем же мы отличаемся в таком случае от них? Если мы генетически, по генам, мы ничем не отличаемся. Парадокс? Глупость просто. И вот биологи, генетики так стыдливо отворачивают глаза, находят всякие слова, что да, вот они в разных комбинациях, эти гены, там у кишечной палочки в одной комбинации работают, а там у человека в другой комбинации, у мухи в третьей, но это все отговорки. А истина заключается как раз в том, что просто белки в основном это ферменты. Это рабочий набор, инструментарий, универсальный для всех организмов. Человек, животное, растение, бактерия или вирус. Значит, один и тот же набор рабочих инструментов, который осуществляет метаболизм или обмен веществ. Но! Значит, тогда надо объяснить, чем же мы все-таки отличаемся генетически. Все-таки наследственная информация заключена в наших хромосомах и больше нигде. И вот здесь парадокс. И здесь тупик. И здесь начались нехорошие вещи. Коль скоро биологи считают, что это единственный генетический материал, значимый, то есть гены, то они начали манипулировать, ничтоже сумнявшись с этими генами. И начали их толкать в разные организмы. Начали комбинировать. Потому что вот есть полезные ферменты, которые производят полезные белки. Ну, вот вам пример. Картошка. Колорадский жук. Её поедает. Надо что-то делать. И сделали. Генетики ввели в картофель ген. Ген этот кодирует белок, который убивает колорадского жука. Картошки стало много. Колорадский жук больше её не ест. Нужны теперь негниющие помидоры, суперсахарная свёкла или растения, которые способны накапливать необходимый для обмена веществ человека витамин Е. Генетики разрабатывают и получают такие трансгены, до которых природа не додумалась. Они утверждают, что выращивание трансгенных культур выгодно. Потому что благодаря генетическим изменениям этим растениям не страшны вредители и пестициды. А значит, они более урожайны, не требуют дополнительных затрат на химикаты, и без них человечеству грозил бы неминуемый голод. Но вернёмся к картошке. Дотошные зелёные обнаруживают, что если такую картошечку вскармливать мышкам, то у них постепенно начинается рак кишечника. С чего бы это вдруг? Там вроде бы всё, генетики нам предсказали, что всё хорошо, ребята. Всё нормально. Оказывается, ненормально. А в чём дело? Не поймут. А вот не поймут они как раз по той простой причине, что они не учитывают функции вот этих самых мусорных ДНК. Что мусорная ДНК, оказывается, играет очень и очень важную роль. Как это они могут играть важную роль, если они такие простые? Тут надо менять парадигму. Оказывается, кодирование наших хромосомок осуществляется на двух уровнях. Как минимум на двух уровнях. На самом деле, этих уровней очень много. Первый уровень – это уровень вещественного кодирования. Когда вот кодируются вот эти белки, ферменты в основном. Это вот те самые 1-2%. А вот 98-99% мусора они осуществляют кодирование на совершенно другой основе. Каким образом это может происходить? Если очень упрощенно говорить, то вот эти 98-99% мусора наших ДНК они представляют собой в физическом смысле жидкие кристаллы. Жидкие кристаллы, которые могут складываться в определенные физические структуры типа голограмму. Если на голограмму направить луч света, то возникнет некий объемный световой образ. Это может быть образ чего угодно. Человека, животного или растения. Разбит этот образ условно говоря на мельчайшие кусочки. Только не нужно упрощенно думать, что, например, в оплодотворенной яйцеклетке находится готовый образ взрослого человека. Просто любая система, любой организм должны строиться по какой-то программе правильно. Если же такого предварительного плана нет, либо он искажен, возникает генетическая мутация. Пытается объяснить, что да, вот гены, видите, или смутировали. Да, действительно, бывает и так, что известные гены, так называемые морфогенетические гены, они мутируют и получаются вот такого рода аномалии. Но тут, значит, надо дать объяснение, что вот эти два процента генов, которые кодируют в основном белки, а есть еще гены, которые определяют морфогенез, то есть как бы строение организма. И строение организма осуществляется по двум планам. Я говорил, первый план это голограмма. То есть голограмма задает пространственную структуру, образ, по которому, как по схеме строится организм. Но еще, оказывается, есть вот в этих хромосомах текстовые программы. Но тексты пока нам непонятны. но написаны на тех же принципах, как человеческая речь. ДНК является текстом, а белки, которые являются копией фактически, перекодированием одного языка на другой, то есть дНКово языка на язык белков, белки это тоже тексты. И получается, что, ну, для простоты скажу так, что вот эта вот беготня белков с запрашиванием новых и новых и новых белков это как на пишущей машинке. вот набиваются тексты. Набиваются тексты и возникают такие белковые фразы, белковые предложения типа компьютерных программ, которые уже задают в свою очередь какие-то детали в строении организма. То есть два плана строения. Мы приходим к тому, что оказывается вот эти 99% мусора это вовсе не мусор. В 2004 году старший научный сотрудник Петр Горяев работал в Институте физико-технических проблем и вместе со своими коллегами исследовал проблематику ДНК. За эти 20 лет ему удалось не только объяснить многие вопросы, связанные с зарождением жизни из ДНК, но и стать основоположником принципиально новой науки волновой генетики. Пытаясь понять, что же на самом деле руководит возведением сложнейшей конструкции биологической системы, ученые брали ДНК зубной железы теленка, помещали в спектрометр и облучали пучком красного лазерного цвета. С научной точки зрения довольно простые эксперименты. Когда я убрал молекулы ДНК из лазерного пучка, и лазерный пучок зондировал пустое место, то это пустое место вело себя так, как будто там присутствуют молекулы ДНК. То есть я увидел фантом ДНК, но не абсолютно идентично, конечно, там сигнал меньше был, но общий характер был именно такой, что как будто там присутствуют молекулы ДНК. Хотя до эксперимента этого не было. Экспериментаторы решили, что прибор просто неисправен, а спустя несколько лет продолжая эксперименты с клеточными ядрами уже в другом академическом институте, Горяев понял, что именно обнаружил луч лазера фантомы ДНК. Например, если ДНК нагревать ее при температуре 42 градуса, при которой человек погибает, кстати говоря, и непонятно, почему он при температуре именно 41-42 погибает. А нам стало понятно. В этот момент жидкий кристалл ДНК плавится. То есть наши хромосомы при такой температуре расплавляются. То есть сама двойная асперва еще остается, ДНК, а ее жидкокристаллическое состояние прекращает быть. И стираются вот эти высокие программы, которые являются основой генетики. Человек погибает. Зная, что там фантом остается, думаю, дай-ка я поставлю, охлажу кюветное отделение и вставлю туда ДНК при нормальной комнатной температуре. Вставляю туда ДНК и смотрю на осциллограф и вижу, боже мой, молекула ДНК ведет себя так, как будто бы ее нагревают. Примерно так. А в контроле она ведет себя нормально. И я тогда делаю вывод или предположение, что ага, фантомы ДНК биологически активны? И действительно, подумают, подтвердили, это 93-й год. А в институте проблемопроводления в ЭПУ у Прангвишвили вместе с Туртышевым вы доказали, что действительно такие фантомы активны? Фантомы не просто активны, они живут. Правда, как долго ученые пока не знают. Тот самый спектрометр, который экспериментаторы посчитали неисправным, регистрировал фантом 40 дней. Не исключено, что после этого срока он еще был или есть до сих пор. Просто для его регистрации не созданы пока сверхчувствительные приборы. Вообще, фантом – это не только научный термин. Каждый из нас слышал о фантомных болях, когда люди, например, с ампутированными ногами, жаловались на боль в отсутствующих конечностях. Это как раз и есть энергетический фантом, который давал о себе знать. В медицине известны случаи, когда подходило время предполагаемых родов у женщин, сделавших аборт, и они начинали чувствовать схватки. Возможно, что это проявление фантома плода, аналогичное фантомам ДНК, экспериментально полученной группой академика Горяева, когда после распада волнового каркаса фантома остаются его тонкие оболочки. Но как они ведут себя, этого пока никто не знает. А вот влияние хорошо знакомого каждому из нас ультразвукового сканирования, УЗИ, на организм после ряда опытов Петр Горяев считает губительным для человека. Да, значит, 95-й или 96-й год. Работаю тоже со светоросеянием ДНК. решил думать, дай-ка я посмотрю, как действует ультразвук на нее. Разрушу ее молекулу ДНК. Или просто подействую. По идее не должно быть разрушения, потому что это примерно такой же режим, как УЗИ. Разрушения не должно быть. Действую на молекулу ДНК ультразвуком, и потом вижу вещи, которые тоже меня ошеломили. Значит, молекула ДНК обладает, знаете, на водном растворе она звучит постоянно. Она издает сложную мелодию с повторяющимися музыкальными фразами. Облучаю ультразвуком, таким же, как УЗИ. И что я слышу? Вместо сложной мелодии одна унылая нота осталась. Это означает, что мы с помощью ультразвука стерли огромный пласт информации с молекулы ДНК, который реализовался через звук. И тогда я подумал, боже мой, а у нас куча, у нас нет здоровых детей. На земном шаре нету здоровых детей. Потому что все они, за исключением диких племен, проходят УЗИ. Работу ДНК можно сравнить с компьютером, который мгновенно принимает огромное количество решений. Но вот если ударить по нему молотком, то компьютер, наверное, будет выдавать на все вопросы один и тот же ответ. По сути дела, то же самое происходит и с организмом, когда его оглушают ультразвуком. Его волновые матрицы так искажаются, что в них резко усиляется одна частота. Но происходит это не сразу. Молекулы ДНК испытывают сильное потрясение после ультразвука. долго приходят в себя, а потом вырабатывают волновой фантом боли и страха. Дальнейшие исследования показывают, что...